Здравствуйте! В студии Инна Васильева. Вы смотрите «Бизнес-панораму». Все об успешных и значимых проектах 47-го региона. Так сколько же наши коровы дают молока? Президент на прямой лении сказал «маловато». Конечно, глава государства имел в виду в среднем по стране, потому что есть в наших селениях предприятия, которые бьют все рекорды. Например, один из крупнейших племенных заводов Приозерского района – Петровский. Наш корреспондент побывала там и продегустировала отборное парное молоко местного производства. Вот уже 70 лет племенной завод Петровский обеспечивает свежим молоком Ленинградскую область и Санкт-Петербург. С недавней сменой руководства появились и новые идеи, и новые результаты. Но история завода не осталась забытой. Хозяйство, которое в те далекие годы в Советском Союзе было флагманом России, по выращиванию коров черно-пестрой породы, по надоям молока, оно было одной из лидеров России. Прошлым летом появился новый комплекс на 800 дойных коров. Им комфортно, это видно. Высокие потолки для хорошего воздухообмена, беспривязное содержание, современная технология кормления. А недавно животным установили необычный аппарат. Это приспособление у буренок невероятно популярно. За ним даже выстраиваются в очереди, чтобы почесать бока. Устройство так и называется – чесалка. Работает автоматически, стоит кому-то лишь прикоснуться, и процесс начинается. В день одна 600-килограммовая корова дает до 40 литров молока. Его количество и качество зависят от комфортного содержания, в котором животные реже болеют. Если какая-то корова по каким-то причинам у нас начинает заболевать, мы ее со стада убираем, отправляем в санзону. Если даже какой-то антибиотик назначается, то она дуется отдельно, и молоко это не попадает в пищу людям. В соседнем комплексе подрастают телята. Они еще не перешли на кормление по рациону, поэтому пьют парное молоко. Шестимесячных телят разводят по блокам, телки и быки отдельно. В два года буренка готова к взрослой жизни. Средний возраст осеменения – это 14 месяцев. То есть она уже стала нетелью, проходила 9 месяцев, и где-то коровой стала в 23-24 месяца. Три раза в день доение. Оборудование и технологии идут в ногу со временем. Все отработано до мелочей. Дезинфекция и одновременный массаж. Обработка индивидуальной салфеткой. От момента прикосновения до подключения аппарата максимум 90 секунд. Это отключился аппарат, все, корова отдаилась, все, аппарат. У нее снизилась скорость молока от дачи, и как бы аппарат автоматически, да, отключает, потому что скорость молока снижается, и аппарат уже не держится на сосках. Средняя жирность молока коров племенного завода «Петровский» – 3,6%. Герметичным способом оно попадает в соседний цех, охлаждается до 4 градусов, а после попадает на молокозавод. В прошлом году объемы поставок превысили 10 тысяч тонн. В этом году завод планирует повысить показатели за счет реконструкции построенных еще в советский год и помещений, и перевода всех животных на беспривизное содержание. Непростая экономическая ситуация станет экзаменом для всего нашего сельского хозяйства. А вот управляющие компании свой экзамен, похоже, уже сдали. По крайней мере, некоторые из них. Отвлечемся от молока и обратимся к не менее актуальной теме. Коммунальщики продолжают борьбу за лицензии, получают их самые опытные и конкурентно способные. Не испытала в этом трудностей одна из крупнейших управляющих компаний Ленинградской области, уже 7 лет поддерживающая порядок в Кингисеппе. Под ее опекой сегодня находится 90% всей площади города. Сегодня Кингисеппская управляющая компания доказала, что достойна управлять жилым фондом. Путь к получению лицензии был нелегким. Основные требования федерального законодательства мы исполнили. Лицензия в настоящий момент – это не только результат проверки и анализа нашей деятельности. Это, в первую очередь, кредит доверия со стороны правительства, со стороны контрольных органов. Одно из главных требований лицензирования – прозрачность работы компании. Размещение информации на сайте управляющей компании и реформа ЖКХ.ру. Человек, если он живет в доме, который управляется нашей управляющей организацией, он щелкает на управляющую организацию. Открывается главная карточка управляющей организации. Она состоит из разделов. Список домов, текущие анкеты, рейтинги. В 2012 году ОАО «Управляющая компания» присвоено звание «Лучшее предприятие года». В 2013 году стала номинантом международного экономического рейтинга «Лига лучших». В сфере управления жилым фондом Ленинградской области. Руководство предприятия постоянно сотрудничает с администрацией города. Население Генгисеппа около 50 тысяч человек. Каждый второй знает в лицо городских создателей чистоты. С помощью управляющей компании мы получили помощь от них металлопластиковые окна, почтовые ящики, светодиодные светильники нам поставили. Спасибо управляющей компании. За период своей деятельности компания сделала ремонт более 350 подъездов, 79 тысяч погонных метров межпанельных швов и 120 тысяч квадратных метров кровельного покрытия. Сотрудники компании постоянно поддерживают чистоту и уют в домах. Такова панорама бизнеса этой недели. Удачи в работе. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Где мы?